Привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в Саны Вальгалы, и в предыдущем эпизоде мы познакомились с основами игры. В этот раз я решил маленько переиграть, то есть я уже играю сейчас через экономику, не через миньонов. Сейчас покажу подробнее, только точку захвачу. Дело в том, что вот эти точки, которые мы захватываем, приносят опять же ресурсы через какое-то время, так что имеет смысл их постоянно перезахватывать. Так, сейчас мы ребят убьем. В настоящий момент я оформлю припасы для того, чтобы прокачать свою крепость до каменной. Пока что она с деревянным забором. Так, ребята, давайте-ка все уже. Хватит мне тут палить. Эти вот эти напрягающие щитовики, которых трудно убить, постоянно закрываются щитом. Так, еще враги остались, да? Такие с вилами тоже опасные, ребята. Очень много хп уменьшается, когда вилы попадают. Ну и вот, в общем-то, я прокачал сейчас экономику за руны, то есть я не прокачивал миньонов вообще. Конечно, в этом имеется минус, потому что миньоны сейчас даже не лечатся в пределах нашей крепости. Тут я поставил стрельбище, то есть я нанимаю лучников. Причем огненных. С огненными стрелами. Дальше тут у нас бараки, как обычно. Тут у нас, значит, наша ратуша. Сейчас мы копим как раз 4500 припасов, чтобы прокачать до третьего уровня. Это максимальный уровень в пределах этой демки. Опять же я... Вот у нас, получается, миньоны, экономика. Это дальше ближний бой для нашего героя, чтобы быстрее бегать, чтобы он сильнее бил, чтобы он лечился в пределах крепости, чтобы станел врага, то есть оглушал. Имеется также рейнджевая прокачка, то есть это для лучников, для катапульты, для бомбочек, которые мы бросаем, для копья и так далее. В настоящий момент у меня прокачано что? У меня прокачано, значит, меньшая стоимость по дереву для зданий и вместимость складов на 10% и на 15%. Одну руну я оставил для того, чтобы прокачать вот этот вот круглый камень, чтобы катапульты били сильнее. Сегодня, в общем-то, посмотрим на катапульты. Я на самом деле уже их пробовал. Я пробовал катапульту, я пробовал таран. Таран меня не особо-то впечатлил, конечно, он для того, чтобы ворота пробить нужен, но, к сожалению, дальше уже здание будет очень трудно уничтожать. И база врага отстраивается. Просто они отстраивают заново свою базу, поэтому я лучше построю катапульту, чем какой-то таран. Вот такие вот дела. Ну и вот, в общем-то, осталось маленько до каменной крепости. 4500 мы накопим. После того, как мы каменную крепость поставим, еще придется какое-то время поформить, для того, чтобы резко накопить на то, чтобы построить катапульту, довести лимит до 20 и прокачать, опять же, прокачать боевые скиллы наших ребят. То есть прокачать блок, прокачать хп и так далее. Все, я уже нафармил. Итак, прокачиваем до третьего уровня. Пошла у нас каменная крепость. Каменные стены. Все ребята у нас защищают ворота. Ну и вот, в общем-то, строим мы осадную мастерскую. Можно еще построить кузню. В кузне можно будет покупать вот эти вот стрелы, копья и так далее, чтобы у нас герой ими бросался. Итак, что у нас получается по дереву там? По дереву у нас до второго уровня прокачано. Давайте до третьего уровня прокачаем. Пищи, в принципе, пока хватает, но, наверное, все равно придется прокачивать. Я думаю. Так, у нас там рун новых не появилось. Да, видимо, руны у нас ограничены пока что в демке. Их не так много. Воркшоп. Значит, мне нужна вот эта вот огненная катапульта. 650-200. И пять человек она занимает. Как раз вот до пяти человек мы догоним. И можно будет идти в атаку. Только надо будет еще прокачать наших бойцов. У меня тем временем происходит челлендж. Разруш ворота в одиночку без катапульты, без тарана. Почти что я одним героем затыкал уже ворота. До половины хп. Осталось еще половина. Но, скорее всего, не справлюсь. Посмотрим сейчас. Лучники мне пытаются достать. Но у них, конечно же, это не получается. Осталось маленечко хп у ворот. Только бы под лучников не попасть. Под конец там. Сейчас мы этот ряд убьем. И все будет хорошо. Все нормально. Рубим. Этих лучников я даже выманил наружу. Уничтожил ворота одним героем. Прекрасно просто. Только опять без энергии остался. К сожалению. Ну что ж, это, в принципе, возможно, только очень долго одним героем лупить. Придется все равно катапульту сюда катить, потому что здание уничтожать одним героем я точно не собираюсь. А солдаты постоянно будут пребывать. Так что... И вот уже стрельба еще уничтожена. Прекрасно. Все, короче, пошел я за войском. Тоже пищи нет. Ну и как я уже говорил, они постепенно отстраиваются. То есть в следующий раз, когда я приду, возможно, там уже будут стоять новые ворота. С этим ничего не поделать. По крайней мере, я попробовал. Ресов у нас уже дофига. Сейчас мы прокачаем, что можем. Значит так. Во-первых, я покупаю огненную катапульту. Все. Так, атака для щитовиков, в принципе. Для каждого юнита, да? Все, так вот можно катапульту катить. Собственно, ручно. Конечно же, солдаты помогают. Да, что у нас тут получается? Да, это скорость атаки. Далее. Для наших лучников можно увеличить скорость атаки. И дальность атаки, да? Давайте скорость пока увеличим. Броню чуть-чуть. Так, хп. Получается у нас блок... Шанс блока побольше. Опять же хп. Пока все рессы имеются. Лимит у нас уже воинов достигнут. Тут у нас броня. Попробуем. Катапульта, опять же, для защиты тоже используется. Как видите. Но пока что у них мало народу пришло. Поэтому плохо, что у нас все ребята подбиты. Итак, я тогда возьму камень. Надеюсь, что для огненной катапульты это тоже работает. Так, прокачаю тогда хижину рыбака до третьего уровня. Дровосека пока не будем. Так уже на максимуме. Так, как вариант, можно вообще раненых воинов как бы взять с собой. Их слить. Потом уже нанять здоровых воинов. Как вариант. Ну-ка, ребята, давайте пробуйте в атаку. Заодно поформим. Все прекрасно. Пойдем нанимать здоровых воинов. Так, раз, два, три щитовика. И одного лучника, наверное. Еще. Так, опять захватывают там, да, точку. Так, снова атакуют. Да, ребятам. Да, когда солдаты врага поджигаются, они бегут. В панике просто убегают. Все, приказываю всем тогда атаковать. Да, опять же, минус в том, что... Ну-ка, давайте фоломин. Да, нет, нормально все. У нас имеется шилдвол. То есть можно встать такую в оборонительную стойку. Ребята, видите, со щитами закрывают. Лучники сзади палят. Но это надо побольше щитовиков. Я пока что не так их много. Ну и чтобы катапульта быстрее шла, давайте мы ей поможем. А то они так до вечера будут катить. О, здравствуйте. Все, давайте в атаку. Так, а вы, ребята, что? Все прекрасно. Пока справляемся. Никто пока не умер. Это что-то не убит. Здоровье всех не то, чтобы полное, но, в принципе, приемлемое. Давайте, осталось полпути. Сейчас посмотрим, там стенка-то стоит, нет? Да, стенку они, видите, восстановили. И здание тоже восстановили. Стоило только уйти. Так, что все придется делать сначала. Но зато с катапультой. Давайте поможем опять. Катим, ребята, навались. Давайте. Давайте вот так вот. Поломай, поломай. Все катапульта работает, мальчик. Не забываем кушать. Все катапульта работает отлично. Сейчас мы будем героям помогать. Лучников прикрывать. Да, они все попадают. Видимо, по героям не попадают, а сквозь героя по лучникам все-таки палят как-то. Видите, уже почти что пол хп у ворот. Нет, они уже горят. Прекрасно. Сжигаем. Никто пока не умер. Так, мне надо покушать. Надо покушать. Надо покушать. Все, уже начинает умирать, ребята. Как бы ни пришлось возвращаться. Миньонами сейчас слабее, чем в прошлый раз. Что поделать? Ну, даже тогда мне не удавалось всю деревню полностью вынести, когда у нас миньоны были посильнее. Просто доходил до ратуши, и меня отгоняли назад. Да, сейчас бы, конечно, на базу вернуться. Но нет еще воинов. Тогда позиция будет утеряна. Наших ребят без меня очень быстро убьют. Все отлично. Кушаем, кушаем. Мы прорвали оборону. Так, надо ребят привезти, да? Следуй мне! Шилд-болл! Все, катапульты сделают свое дело. Не буду я из шилд-болла их убирать, чтобы они держали удар. Все прекрасно. Дальше. Блин, ну почему они туда-то идут? Болучники там. Следуй мне! Так, давайте атакуйтесь. Смени, атакуй здание. Прекрасно. Давайте оснастить и все чертям ратуши теперь. Че у нас там с пищей-то пищей кончается, в принципе, да? Ну, ратуши, конечно, дофига хп. Лупить ее придется долго. Катапульта там. Ребята, а вы не хотите атаковать, например, вот? Вариант. Я пока посражаюсь. Ребята, атакуй. Вариант. Блин, щитовик появился. Отлично. Минус барак. Так, ящики, да? В принципе, не так много мы потеряли воинов, так что можно жить. Надеюсь, можно будет тут что-то построить, чтобы потом между городами перемещаться. Такой пункрайт. Собираем припасы. Никто нам больше не угрожает. И сейчас, в принципе, должна стена пасть, я так полагаю. Отлично. Минус ратуша. Все, давайте, ребята, в атаку, в атаку захватываем. Захватываем эту точку. У нас появился второй город. Итак, что у нас получается? Надо опять мид холл прокачивать. Давайте стенку делаем. Дальше видите какой-то босс, то есть там уже какая-то жесткая крепость. Так, вы, ребята... Куда пошли-то? Алло. Надо правые ворота защищать как-то. 4500, да? Скоро, в принципе, будет уже. Да, пока припасы строить не буду. Сначала... Вот уже можно, видите, перемещаться. Травелхи. Странно. Два пункта current location, то есть текущая позиция и вправо. Справа-то ничего нет? Нет, они почему-то тупят, они идут защищать вот те вот ворота, не эти. Ладно, разберемся, может никто нападать-то и не будет больше. Нет, будут все-таки. Все-таки будут. Но сейчас мы катапульту к этим воротам подведем, может она сама как-то догадается, что надо именно эти ворота защищать. Посмотрим. Итак, давайте тогда сразу делаем каменные ворота. Каменную стенку. Не тупите, а. И сейчас тоже будем ставить здание. Склады у нас уже прокачаны. Вместимость складов у нас уже огромная просто. Так, это пуль там. Нет, все-таки она уезжает куда-то. Все-таки куда-то... Нет, нормально, стоит, слушайте, догадалась. Спасибо. Спасибо. Так, мне нужно поставить тогда, что получается. Здание добычи для начала. Получается еще одну... Пишинг-хат. Еще одно дерево добычу. Сразу прокачаем. Да, вот, с припасами будут проблемы, конечно. С припасами будут проблемы определенно. Так, ребята, я тут вас забыл, да? Видимо, лучники там. Так. Вот каттер. Все, пойду и пофрамлю. И снова надо будет фармить припасы. Да, слушайте, может быть, руны добавились снова. Вот тут уже что-то темно. Тут уже мощный лагерь. Бойцы со щитами. Такие же, как у меня. Спасно-опасно. Так, прекрасно. Осталось чуть-чуть. Сейчас мы точку тоже попробуем захватить. Нам дадут ресурсов. Это количество. Все, убили меня, блин. Это второй раз. Второй раз за эту партию. За этот заход. Так, если построить вот барак. Мне вот интересно просто. Он будет не прокачан. А улучшения? 0 из 9, да? То есть, вот эти улучшения только к этому городу, получается, относятся. Там-то они прокачаны. Непонятно, да? Тарант локейшн не получается. Да, все правильно. В первый город я перешел. Ну-ка, посмотрим. Когда лучше в этом бараке нанимать, там не трогать воинов, да? Получается так, да. Я получил две руны. И самое время миньонов прокачать. Так, в крепости, чтобы миньоны или чилис, надо делать. Только же раз их перенанимать не очень-то удобно. Это у нас, значит, получается ранить врага. Корабли быстрее плавают. Давайте-ка мы корабли, навигацию, чтобы корабли быстрее приплывали. Чтобы больше припасов мне привозили. Будет норм. Я считаю, будет норм. Так, побольше пищи тогда. И все, пока что. Еще быстрее добывать можно. Тут уже дорогие. Дорогая прокачка, наверное, проще там прокачать. Чуток. Ммм, щитовики. Значит, у меня три щитовика, по-моему, там стоит уже. И нужно парочку лучников. Их туда увезти. Скорость атаки, броня. Сейчас попробую переместиться. Последуют ли они за мной, это вопрос. Travel here. Что у нас происходит? Тихонечко лупит ворота. Одинокий лучник. Вот это, конечно, угроза. Так, ремонтируйте, давайте. Не вижу бойцов на карте. Непонятно, бегут они или нет. Пешком сбегать, пока до них. Так, давайте быстрее, добывайте дерево. С пищей пока все хорошо. А, вот они пришли. Слушайте, пришли. Классно. Значит, это работает. Все, защищайте ворота. Ну, сейчас опять надо будет припасы оформить. Его нормально убили. Так, ящик. Припасов мало. Идем за новой партией. Я толком не рассмотрел вот этот лагерь, потому что меня убили. Еще раз подробнее ознакомимся. Ну, блин. Давай-ка повоюем. Кто-то можешь. Все, покушали, пошли дальше. Так, пришло время для дальнобольного оружия. Я, в принципе, научился уже обходиться без него. Но с щитовиками этими много мороки. Блэха. Блэха. Так, ладно. Осталось немного. До флага. До баннера. Большая группа, конечно. Все, хорош. Осталось чуть-чуть. Лично осталось и последний. А, нет, там еще дофига. Блин, их прибывает и прибывает все. Постоянно. Гребаный туман. Мне бы сейчас пригодилось оглушение, на самом деле. Для моего героя там. Я буду прокачать потом. Все, энергия кончилась у нас. Кончилась энергия. Когда же вы уже кончитесь-то, а? Все, вроде бы я захватил лагерь. Тяжко, что-то тяжко. Было бы неплохо, когда мы захватываем лагерь, чтобы тут наши бойцы появлялись. А то пока что только врага появляются. А наши никак не спавнятся. Это, конечно, минус. Так, припасы. На самом деле, это не припасы, наверное, это какие-то трофеи. Наверное, так их лучше назвать. Тут припасы, да припасы. Как вы видите, колье, башни, как бы, предполагается, что мы можем защищать эту точку. Но нет. Строить тут ничего нельзя. Ну что ж, пошли, посмотрим на черепок. Что-то такое, в общем. Что за крепость? Можно ли ее взять? Ух ты, фига себе. Это как раз наш враг, который украл Торрель Толовсон. Вот это сюрприз. Но только богам известно, будет ли он приятным. Скажи на милость, что привело тебя в прекрасную Англию. Не притворяйся, Вальгард Варенсен. Ты знаешь, зачем я здесь. Ты убил моего отца и похитил раю. Ты хочешь отомстить? Понятно. Похоже, твой гнев не оставил места для каких-либо благородных приветствий. Пхах. Ты не благородный человек. Спрашиваю тебя еще раз. Где она? По правде говоря, не знаю. Я доставил ее, как мне было приказано, получил награду и с тех пор ее не видел. Доставил? Кому ты ее отдал? Если я скажу, они убьют меня. Понимаешь, моя жизнь. Я очень к ней привязался. Стой. Собака ушел. Мы их убьем тогда. Крепость будем брать штурмом. Да, их там до хрена. Стоит их всех убить сначала, потому что сюда кого-то приводить. Еще таран придется катить долго. Все его куплю. Да, там еще и катапульта своя. Фига себе. Это жестко-жестко. Мне тут все равно дофига. Сколько их не убивай, они тут... Не особенно-то уменьшаются, да? В количестве. У них там свой таран. Так, давайте. Умирайте уже. Не до вас сейчас, в общем. Надо вернуться на базу. Чудом просто, чудом выжил. Пока их рубил. Так, что у нас там? Нет, это нереально. Это просто нереально. Их там меньше не становится. Так, пресс идти собирать и армию тогда дам. На этом я прощаюсь. Всем мира. Удачи. Пока.